Дыра ненужности в себе Дыра неведения, незнания в себе То есть там что-то, куда ты не хочешь заходить А если ты останешься, если ты пойдешь в эту дыру Вот что-то, вот что, вот ты останешься один на один с этим состоянием Что с тобой будет происходить? Давай посмотрим Сорвать себя, расстегнуть молнию, выйти, уйти, бежать Орать, кататься по полу, рвать на себе все, кожу, волосы Потому что это чувство пугает Этот проход идет куда? Напоминает рождение в духе Слово рождение некорректное, но это имеется в виду Это вот и напоминает проход вот в это состояние контакта Я не говорю, что это вот нужно обязательно стопроцентную аналогию Параллель проводить, то есть о, я родился и это навсегда Нет, ты как бы начинаешь привыкать, адаптироваться Ты начинаешь проходить в это состояние Не сбегаешь больше у него в какой-то, то есть как бы Подменяя любой интересностью Даже в ходе того, что вот как бы начищать чайник там, да Или еще что-то, неважно, вот самую примитивную работу А что, если нельзя сбежать? И ты заперт в этом состоянии Тогда что? Человек как таковой, он от этого бежит Куда угодно, во что угодно Даже в драму, даже в неприятность Вот в муссолении, в перемалывании прошлого В мечтании о будущем О чем угодно Только чтобы сбежать от этой встречи От этого контакта с самим собой Потому что там неизведанные вот эти горизонты Вот там эта глубина и бесконечность А человек, не зная Так как ум и личность этого не знают Она всячески тормозит Только чтобы туда не идти Ты боишься, что ты узнаешь что-то Чего ты даже не можешь предположить И это создает страх А теперь заметь, чем больше ты идешь в узнавание Ты можешь даже это проследить По траектории своей жизни Чем больше, смотри Ты быстрее уже что-то узнаешь И по пятам наступает это состояние Якобы как депрессия Бессмысленность, недовлетворенность Оно уже ближе и ближе Не замечаешь это? И вот смотри Пока у человека есть ресурсы Пока человек достаточно светимости Достаточно вот этой мощи Даже у самой личности Он может войти в эту дыру И как бы узнать что-то Ощутить собой А человек, он всячески Оттягивает момент И когда он уже даже соприкасается У него не хватает ресурсов Это вынести Помнишь, мы говорили Капасити не хватает То есть мощи, способности Вот этой грузоподъемности Не хватает И почему вот есть такое понятие Что человек в одиночной камере Либо просветлевает Либо сходит с ума Потому что что такое сойти с ума Смотри, сойти с ума Это очень многие люди играются В это, да Вот на информационные источники В том, что вот сойти с ума Это и есть просветление Нет Сойти с ума Это просто замкнуться В какой-то Каком-то отсеке ментала То есть в какой-то образности Захлопнуться То есть этот образ Захлопывается за тобой Тебя захлопывает Полностью Закольцовывает И человек больше не может выбраться Он ходит внутри Как в камере Вот это сойти с ума А просветлевание Или просветление Можно выбрать и то, и то слово В принципе, я их не очень люблю Но имеется в виду Это узнавание Суть из себя Узнавание Настоящести из себя Это когда ты Выходишь за предел Над образом Есть ты и образы Есть ты и ментал Хотела бы еще вот что добавить Вот еще такой пример Который, возможно, слушателям точно поможет Если человек Вот просто проанализирует Что такое ментал Что такое мышление Это своего рода Да, как мы говорили Актер Который, например, соглашается Играть какого-то героя В какой-то пьесе Если, например, тебе Как актеру Нужен кредит в банке Но согласись Чем дольше ты будешь играть Не важно Дубровского Балконского Не важно кого И ты придешь в эту пьесу И скажешь Слушайте, мне нужен кредит Кредит вот в этой пьесе Он ничем не поможет тебе В реальной жизни Понимаешь? Вот сколько бы ты там не ходил И не искал внутри пьесы решения То решение Не поможет тебе настоящему Так и здесь Если человек продолжает углубляться В любые теории В любые философии В любые направления Ища у информационного поля Спасения, поддержки И вот этой навигации Он не может У информационного поля Потому что это и есть Альбоматор информационного сна Получить ответ Его там нет Вот еще, знаешь, один момент Услышать и уловить это Собой Может человек Только в определенном состоянии Когда он дошел До определенной точки разочарования Когда он стал способен Подвергать сомнению Все, куда он идет И с чем взаимодействовать То есть у него хватает мужества Иметь это сомнение Бросить вызов Самому себе Бросить вызов Всему, что он знает И самому менталу То есть должны соединиться И встретиться То есть спестись воедино И набранный опыт И вот эта тяга Что-то узнавать И в то же время Все подвергать сомнению И иметь мужество Идти вопреки То есть только таким образом Это может привести К какому-то Вот этому всплеску Всплеску узнавания Всплеску прозрения Эго-У Это своего рода фонарик Который светит всегда вперед Да, он базируется На опыте прошлого И светит вперед Но здесь Когда откидывается Вот этот свет Вот это излучение Ракурс Вперед Человек всегда устремляется За этим А надо посмотреть За фонарик За этим свет Кто держит этот фонарик Что это такое Из чего это состоит А ты замечаешь Что человек Который Много читает Много доверяет Информационному полю Информационным источником У него Две ипостаси Он либо Молчит Потому что Много думает И много читает Либо он участвует В каких-то диспутах И он вовлечен Опять вот в это Грубо говоря Молчание Настоящести И это уплотняется Потому что Чем больше человек Встречается С какими-то Противоречиями Какими-то Конфликтными ситуациями Он бросает Все свои силы На то Чтобы доказать Превозмочь Или как-то Настоять на это У него даже Не хватает ресурсов Усомниться И посмотреть А с чего Я собственно говоря Знаю Откуда я знаю Что это так Вот человек Часто оперирует Пятая раса Переходит в шестую раса Кто видел Кто видел эти расы То есть Все что человек Чем обладает Он обладает Посредством взаимодействия С информационным полем Информационное поле Глазит Что допустим Две тысячи лет назад Там был Иисус Оттуда пошло Летоисчисление И человек Априори с этим Соглашается Он не знает Так ли это Видел ли он Буквально это И вот Смотри Человек говорит Да Иисус Это все Это Бог И мне он являлся Там во сне Или в клинической смерти Но человек даже не хочет Например взять И усомниться Что христианин Никогда не увидит Аллаха А почему Это ты знаешь Мне сегодня Буквально пару дней назад Кто-то рассказывал Что Ну общался Не важно Два человека общаются Один другому говорит А ты Откуда знаешь Что Иисус был Ну к примеру Вообще И второй отвечает Ой слушай Ну такие вопросы Это детский сад Я уже давно Это проходил Это не ответ Это игра в ответ Это игра в неведение Потому что человек Настолько не замечает Вот этой слившести Да Зависимости Отождествления С информацией Что это уже Как бы Метастаз и метастаз То есть Ментал Настолько проник в человека Что человек Даже не может Увидеть Вот этого Слияния Как бы Что он Есть уже Ментал Он и есть уже Этот вывод Или это мнение А на самом деле Это и есть Страшнейшая Интоксикация То есть информационный Вирус Свою работу Выполнил Захват Произошел Метастазы То есть Внедрение Произошло Кстати Вот этот фильм Начало На самом деле Его название Инсепшн Внедрение Что самое страшное Что может произойти Это внедрение И это и есть Вирус Смотри Все гениальное Просто Помнишь Мы говорили Но степень Простоты Открывается С уровня Гениальности Если можно Так сказать Человек Настолько Ищет Чего-то Запредельного Не осознавая Не понимая Не замечая Что запредельное Рядом Что оно Всегда Внутри Самого Человека Он думает Что надо Куда-то Идти Искать Какие-то Места силы Искать Какие-то Мистические Таинственные Практики Делать Какие-то Магические Пасы Прочитать Какие-то Очень редкие Книги Ему все время Кажется Что информационное Поле Его научит Даст Ему этот Ответ Но Вот Я как раз Подойду К зеркальности Реальности Человек Человеку Проекция Когда Действительно Приходишь К внутреннему Прозрению Этого Ты начинаешь Улавливать По какому Принципу Функционирует Эта реальность По какому Принципу Функционирует Информационный Сон Что такое Одинность И пока Человек К этому Не придет Внутри Самого Себя И с собой Он все время Будет в делении На себя И внешнюю Реальность На себя И других На себя И Бога На себя И информационное Поле Не понимая Как это Функционирует Все эти Выдумки Да Все эти Глупые Обещания О том Что просветление Может просто Случиться От того Что ты просто Сидишь И слушаешь Тишину Во-первых Никто Не слушает Тишину А человек Играется В слушателя Играется В идею О слушании И идею О тишине Для того Чтобы осознать Что надо Слушать Самого себя Надо сначала Очень сильно Удалиться Поэтому называется Сначала ты Удаляешься А потом возвращаешься В дом Себя Настоящего Не каждый Вернется Вернется Только тот Кто действительно Осознанно Начинает Взаимодействовать И как бы Контактировать С собой А что такое Почему Почему столько Книг Почему столько Направлений Почему столько Богов Почему столько Вроде бы Где-то Где-то Говорят о том Что пришел Уловил Схватил Просветлел Прозрел Кто-то Но не я Сам Почему Что-то Здесь не так И вот Когда человек К этому Начнет Подойти Он начнет Получать Вот эти Первые Проблески Вот эту Нить Ариадной Который Выведет Его Навстречу С самим С собой С собой Настоящим Не с образом Себя Человек Зачастую Очень Подвержен Думать Что вот Я Петя Иванов Или Маша Петрова Я И есть Бог Нет В человеке Есть Ипостась Которая Есть Божественная Но не Личность Не Образность Не Ментал